Не то, что то, что будет презентовано и ревизорно на Google Fest, а то, что потом дальше идет в системную работу. Почему мне это нужно? Не мне нужно, а почему это нам нужно? Потому что, в принципе, Выдович – то, что будет на Выдовичах. И о том, в чем я хочу, мечтаю, и о том, что хотел бы слышать Юркевич, как с другой стороны, как владелец этого пространства. Он бы хотел слышать мятную, не инфантильную позицию от творцов, художников, чтобы они сформировали ясную бизнес-модель, которую могли бы защитить, как сказать, я вхожу, и я готов платить такую-то нулевую аренду 5 месяцев. Потом я делаю ремонт, я там, ну, и как-то вот говорить тем языком, на котором привыкли разговаривать люди, ну, делал бизнес. То есть у нас это вот разрыв, происходит разрыв по пониманию и по цивилизации. Вот на Google Fest я бы хотел, чтобы, я бы хотел, я мое вне, мое предложение, да, и вот Вы, я надеюсь, Вы донесете. Вот это один из главных месседжей, которые я хочу писать, чтобы сформировали, будут открыты платформы сформированные. Или Вы сами их сформируете. То есть этого не ждите, что кто-то придет и скажет, вот я открытая платформа. Открытая платформа – это Вы тоже. Вы приходите и начинаете делать. Ну, естественно, уважительно относясь к другим. То есть это не расталкивая локтями, не плевая, а крича только я. Все-таки понимаю. Я в контексте других, да, вот это вот то, что называется делегированная свобода и так далее. После Google Fest будет сформирована такая попытка, мы сформируем предложение уже хозяев. И те, кто туда смогут войти, гнятные и неинфантильные люди, те, естественно, туда войдут. Потому что Юркевич, он уже тратит деньги на то, чтобы сделать инфраструктуру. Поэтому, ну да, процесс не обратил. В этой связи вот вопрос привязки кластов, да, существует практика «Красного октября», да, существует, там модель Германа запущена в перемене. Не существует. Уже? Да. Ну, во всяком случае, попытка модели существовала. Вопрос в том, что, как бы, вы решили идти путем того, что мы на Google Fest'е сформируем модели, затем попробуем прописать это все для арендодателей, грубо говоря, да, и запустить какой-то проект. То есть, концептуально он еще не прорабатывался изначально, вы не придумали для себя. Или решили просто не идти по этому пути? Нет, смотрите, что значит концептуально? Есть две модели, на самом деле в мире существуют две модели существования арт-класси. Европейская модель, где мэрия, в общем, некие государственные институты говорят, нам нужно решать социокультурные проблемы, там, депрессивные, депрессивные регионы. Там нужно решить проблему конвертации, там, остановившись в производстве, нужно решить проблему молодежи. И они выделяют финансирование на конверсию завода в арт-классе и выделяют более того финансирование на его операционные деятельности. В зависимости от 30 до 80% в зависимости от специализации этого арт-класса. Это европейская модель. Вторая модель, русская. Есть приходь некого богатого человека. Он говорит, там, винзавод, да, слушай. Я вот езжу по миру, и мне нравится, как в Лондоне, Париж и Бердене. Я это там молодой, молодой шкарпитан. И мне так тоже хочется. И обычно это отдается молодому, ну, девушке, жене или кому-то, да. И, ну, и вот счастье, да, тот же гараж. Даша Жукова, если не мешает. Вторая модель в том же Москве, типа флакон. Это уже как бы бизнес-модель. Это сдача в аренду, то есть буквально эти деньги. И понимаешь, что есть там класс, так называемый, креативный класс. И он более-менее платежеспособный, московский класс. Ну, это всякие продакшены, всяческие, там, ну, все, дизайн-студии. Ну, те, которые более-менее, это архитектурное бюро. И понятно, что им гораздо комфортнее жить вместе. И им говорят, ребятки, вот вам пространство для того, чтобы вам было счастье. То же самое, в такой же сейчас форме работает, насколько я понимаю, как фразный актер. То есть он не дотационный. Стрелка, по-моему, еще дотационная, потому что нам, соусом, придумывался какой-то альтруистический проект, что там образовательная архитектура. После того, когда поняли, что слишком требуется много на операционную, начали сдавать под ивенты и так далее, и ресторации. По-моему, сейчас, ну, я не уверен, по-моему, как это в ноль они упоминут. Больше, собственно, в России, ну, там еще в Питере парочка есть. В остальных городах России это ничего пока не работает. Нет ничего такого. Украина, наша, как бы, идея, в том, что, понятно, что, ну, там, креативного, такого жирного, массового, креативного, состоятельного класса, как в Москве, у нас нет. С другой стороны, все равно есть какой-то, который, ну, там, не, ну, так, соусом, который все-таки отдает себе отчет и может что-то обеспечить. Если эти вот люди сумеют договориться не только на коммерцию, но на системный уровень, и модель этого договора происходит на говерпосте, но если не авторитарная система строительства, не вертикальная система, а горизонтальная система строительства, если это сработает, то тогда эти люди поймут, например, что для того, чтобы им было комфортно жить, не только, ну, каворкинги, это, ну, модные слова, да, там, дизайнерский офис, там, шоу-рунг, очень радостный, там, бутиковое кафе или не бутиковое кафе, но еще нужен какой-то контент, который им хорошо бы поддерживает. Это может быть касаться и театра, и какой-то другой музыки, то есть, там, новой академической, которая нужна датировать, потому что театр, например, без дотации возвращается, да, он не может, не бывает нигде в мире, не существует нормальных недотационных театров. Если кто-то приводит, например, там, Broadway, то это чистая коммерция, я был на одном мюзыкве, выдержал лично я 10 минут, ну, и туда, на самом деле, плечный Нью-Йорк сын не был, да, и если кто-то был в Нью-Йорке, понимаешь, туда ходят только туристы. Трата 100 долларов, заберите. А вот здесь очень рассказываю, может ли искусство быть коммерческим, при этом составляющую своего высокого искусства не теряет? Это, это, опять, тут есть два формата, два пути. Есть, так называемая, шалатанская спекулятивная история, да, ну, так, надуваем пузыри. И это, там, ну, фактически продюсерская или, ну, там, Голливуд. Это, это что? Тратя, там, ну, ну, миллиард, ну, сколько, полмиллиарда денег, двести миллионов долларов на съемку кино, которое, ну, нормальный человек смотреть не может. В общем, дурацкие биологии. Ну, все плохо, да. Но, ну, это, как бы, бюджетно, да, там, ну, большие нормальные бюджеты. И, понятно, оно аккумулирует очень большие ресурсы. С другой стороны, массово то, что снимается в России или, ну, сейчас начало что-то сниматься в Украине, ну, это, в большинстве своем смотреть тоже нельзя, потому что это ужас у нас. Вторая крайность. Где найти вот эту золотую середину? И в этом плане, опять же, есть протекционизм. Или протекционизм осознанного государства, который говорит о государстве. Ну, я говорю, есть же протекционизм, может быть, не государство, есть протекционизм, например, того же Кенчука. Или протекционизм того же Уткина, да, те люди, которые, или коррекционизм, сообщество людей, которые говорят, нам для своей жизни нужно, чтобы у нас это было. И для наших детей это было, говорят люди. Потому что ты сам не можешь обеспечить сам для себя, в своей норке, качество, ну, ты не можешь обеспечить театр. Никак. Ты не можешь обеспечить себе нормальный концерт, например, академической музыки. Ты можешь, конечно, ходить в голову, но это другое немножко, да, ты можешь, такое то, что делается на логике, ты не можешь обеспечить. Почему? Пока чему. Поэтому, если появляется вот сообщество людей, несколько тысяч человек, которые готовы себя защищать, еще раз, не инфантивное, дайте мне покушать культуру, а защищать это пространство, то это будет. Скажете, кто-то решить из-за меня, не будет, все очень пусто. А можно сказать, я думаю, что все-таки практично так, как в логике. Правда, что театр ДАХ закрыт? Почему, если в логике он будет, если в логике он будет, если в логике? Он не может, ДАХ не может существовать в формате репертуарного театра. Объясняю, почему. Что такое репертуарный театр? Это нужно содержать репертуар спектаклей. 15 примерно спектаклей в репертуаре. То есть, это должны быть монтажники, которые каждый через день монтируют и монтируют спектаклей. Это трупа, которая должна, ну, все время работать в театре. Но это очень сложно соединять работу в театре с, например, съемками в сериалах.